Сегодня буду добавлять под корень микоризу Я взял одинаковую, которую можно будет разбавлять в воде И прям буду выливать под корень Не имеет смысла выливать по всему участку под корень Потому что само название микориза это не отдельный какой-то продукт Это большое количество спор грибов, которые находятся вот в этом порошке Которую нужно развести с водой и внести под корень Только гриб, вот эти вот грибы, образуя симбиоз, присасываясь к корням растений Они своими гифами, вот этими белыми нитями увеличивают корневую систему Соответственно питание растения и растения становится еще больше Вот, это и есть как раз таки микориза Вот, симбиоз именно грибов и растений А грибы, а в этом порошке находится большое количество спор грибов И здесь их разное количество То же самое вот здесь, здесь есть в сухом составе в гранулате И как раз таки эти грибы И как раз таки почвенные бактерии Вот, но это добавляет в лунку под самые, как говорится, нежные пророщенные растения Лимонная кислота Которую я пролью на все свои верески Также сахар с дрожжами Вообще многие используют дрожжи как корневую подкормку для растений Но это нельзя сказать однозначно, что это подкормка Дело в том, что действие этих дрожжей Оно, ну неоднозначно Непонятно в какой симбиоз они вступают И вступают ли вообще То, что они начинают питаться сахарами Калием, кальцием и фосфором Это да, понятно Разлагают ли они или способствуют разложению органики Тоже непонятно И я в основном его использую как зажигалку для тех грядок Где у меня находится много всяких разных растительных остатков Зажигалка, чтобы прошли процессы разложения Активные процессы разложения органических остатков Также взял себе обычный лавровый лист Который посажу И за место выросшего лука Потом посажу на зеленый лучок Себе вот такой вот лучок Он сейчас стоит где-то около 1 евро Да, евро Раньше было там 50 центов Сейчас 1 евро Ну а вчера я завез себе мыло Вот это калийное шмирзайфы Которым можно обрабатывать растение Которое 100% натуральное Как прямой контактер Можно бороться с тлей Она покрывает тонкой пленкой Забивая органы дыхания Тли и тля от этого отмирает Вот, сейчас достану свои 30 литровые бочки И разведу все это в воде Ну вот, раствор готов Это дрожжи А это спор гриба Сейчас поднялась пена Немножко осядет Я добавлю воды И буду поливать маленькой леечкой Прямо под корень А это чуть попозже Когда сюда шел Ну прям очень сильный такой ветер был Вот еще одна у меня роза Вот такого вот Она довольно-таки интересная Как будто кремовая Это такие обычные розочки Набивные Эти вот красивые должны Ну вот эти такие небольшие Маленькие такие розочки Тоже повылазили Ну посмотрим все остальные тоже Как выглядят розы Еще растут Вот вон я смотрю Новые побеги появились Растут прям из земли Я вот то что срезал Здесь Ну немножко неровно получилось Но по-быстрому Я срезал И в общем это все использовал сразу Где вот И собрал, бросил И оно у меня Поверху Все это перегнивает Ничего я не выкидываю В мусор тоже не выкидываю Вот и в этой части То же самое будет С фацелией Даже вот внутри Кое-где Где очень хорошо Прижились семена Она хорошо всходит Вот здесь вот пошла хорошо Вот здесь вот я вижу Несколько кустиков Да Ну не достаточно влаги И там земля очень плохая Вот если Если бы она полностью Быть взошла И между Деревьях Вот в этих На этих открытых участках Было бы вообще идеально Здесь ситуация Немножко получше Потому что Здесь Более такой тенек Ну вот И кое-где В общем Она Взошли семена Даже немножко дальше Вот Там вот я смотрю Семена Смотрите Как этот Разрастается Вьюнок Нашел себе Благоприятную Такую почву То раньше был в тени Закрытые А теперь Начинает хорошо Так разрастаться Ну и вот Вот видите Я подсеивал До сих пор Семена И вот Они здесь Нашли для себя Благоприятные Условия Для всходов Ну и вот Новая зелень Зеленая На изгороде В общем Нужно только Отсюда убрать Вот эти вот С дорожки Эту зелень Вот А земля Стала здесь Каменной Чтобы Вырывать Или пропалывать Той же самой Тяпкой Нужно сначала Пролить Потому что Земля Ужас Она тут Сильно Каменная Вот какой-то Вьенок Он здесь У меня Постоянно Разрастается И вот уже Затягивает Мою Эту арку Вот Становится Большой Даже нужно Его ограничивать Не знаю Что это за Растение Такое